Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея как второе пришествие Христа. И мы можем движимы здесь, сейчас, в моменте. Апостол Павел говорит, если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастные люди. И когда мы исповедуем символ веры, и сегодня, я думаю, мы будем его исповедовать во время священного святого причастия, мы говорим, что Иисус Христос, Он умер за наши грехи. Иисус Христос воскрес. Ради нашего оправдания. Иисус Христос вознесся на небо, и воссел одесную всемогущего Бога Отца. И знаете, что там есть вот это действие. И откуда вернется судить живых и мертвых? И мы с вами это называем вторым пришествием. И знаете, у каждого явления есть признаки. Если, к примеру, упаси Господь, меня настигает какое-то заболевание или простуда, то появляются преждевременно признаки. Ну там насморк, озноб и так далее. Это мне свидетельствует о том, что меня что-то настигло. У женщин тоже есть определенного рода признаки, которые скажут ей, что, скорее всего, она беременна. И этот список можно до бесконечности продолжать. Но у второго пришествия тоже есть признаки. И знаете, и они от нас не спрятаны. Так, знаете, как в жмурке нам завязали глаза, и ты ходишь, ищи, ищи, горячо, холодно. Иисус о них сказал. И 24 глава, она полностью посвящена признакам предшествия Иисуса Христа. Признаки вот этого времени. И сегодня мы с вами можем отчасти утверждать, что признаки налицо. Сегодня здесь, в нашем житии, в нашем регионе, в нашей стране, во всем мире. Нас настигали всякие пандемии. Мы локализированы были. Сегодня идет военная операция. То, что я читаю в 24 главе, я вижу, что это сегодня происходит в нашей с вами жизни. Есть признаки. Есть признаки явные. Есть черные и белые. Мы можем констатировать, вот это точно грех, а вот это вот праведность. Но, смотрите, но, так как я был отец, и есть отец многодетный, я со своими детьми иногда посещаю поликлиники. Я однажды был в одной поликлинике и услышал разговор двух девочек. 12, 13, может быть, 14 лет. И одна говорит в другой. Так хорошо, что мои родители в разводе. И это сразу режет слух. Я так приблизился, ну так, знаете, чуть-чуть микрофоны свои, как бы локаторы наладил. А она аргументирует следующим. Я могу взять денег и у мамы, и у папы. А та немножко грустненькая сидит, и как будто бы у нее, как бы, ну, не складывается с деньгами вопрос в голове. У нее же нету, у нее чувствуется, родители вместе живут. Я подошел, погладил ее по голове и сказал, слушай, ты на данный момент гораздо счастливее, чем она. Просто она еще не понимает, какую роковую ошибку совершили ее родители. Вопрос вообще не в деньгах. Я подумал, а кто сможет изменить философию этих мальчишек и девчонок, которые утверждают такие невероятные вещи, жуткие вещи, лишь только живая церковь, помазанная и наполненная Духом Святым, которая будет являться светом и солью для будущих поколений. Когда они будут говорить, это ненормально. Аминь. У меня в конспекте, кстати, стоит аминь на эту фразу. Хорошо. Знаете, и есть разного рода проявления. Мы видим, как сегодня весь мир начинает сходить с ума в гендерных каких-то вопросах, когда появляются однополые семьи и тому подобное. И на государственном уровне это начинает уже утверждаться, решаться и так далее. И слава Богу за нашу страну. Есть кто меня поддержать в этом? Знаете, почему? Потому что в Конституции нашей страны черным по белому сегодня прописано так, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. И другого быть не может. Знаете, такое библейское основание в Конституции. Но мы видим, что не везде к этому относятся так, как надо относиться. Мы видим либеральные взгляды, мы видим отношения. И знаете, я недавно разговаривал с одним пастором, они служат очень нелегкой категории. Скорее всего, мы даже не знаем, как этих больных или немощных людей лечить, и как Господь их будет исцелять. Но я думаю, что у Бога на все есть сила, есть власть. Это категория ЛГБТ-сообществ. И там есть у них верующие люди. Верующие, представляете? И они начинают защищать свое богословие. На основании Евангелия от Иоанна они говорят так. Иисус Христос сказал, любите друг друга. Пол не уточнил. Знаете, Писание как-то, знаете, натягивается под себя, под свои обстоятельства. Мы имеем черный пояс. И самый высокий дан по оправданию своих действий через Священное Писание. Знаете, ну есть вот явные вещи, и у меня не хватает времени сегодня о явных вещах, долго говорить, но самое странное, на мой взгляд, и самое опасное, это, знаете, это когда ложь смешивается с истиной. И сразу не разглядеть. Знаете, любая неотбалансированная истина, которая уходит куда-то в крен, становится ересью. И мы знаем сегодня на протяжении уже двух тысяч лет много ересей родилось на нашем с вами христианском пути. Так вот, о чем я хотел сегодня поговорить? Об этой истории, об этой притче, совершить с вами осмысление и попросить, чтобы Дух Святой сегодня произвел определенные перемены в нашем с вами разуме, в нашем сердце, в нашем вообще житье, в нашем богословии. Я думаю, что цель любого проповедника, который сюда выходит, Бог вкладывает, на мой взгляд, такой смысл. После каждой проповеди или суть любой проповеди имеется одна – сподвигнуть любого человека к решению или к действию, определенному действию. Если это послание о прощении, значит, тебя подталкивает слово к прощению, либо к жертвенности, либо к освящению. И этих аспектов может быть масса, цель. Поэтому мы говорим и исповедуем, я не уйду, я выхожу отсюда не таким, каким пришел. У меня есть внутреннее решение на изменения. Как в духе, так в душе, так и в теле, в конце концов. И даже в социуме, в наших взаимоотношениях с людьми. Аминь. И у меня была целая пора, когда я очень много читал Джона Максвелла. Кто из вас читал когда-нибудь Джона Максвелла? Вам нравится этот учитель лидерства? Очень много книг он по лидерству написал. И во многих своих книгах Джон Максвелл описывает скульптуру Микеланджело, как в глыбе, в камне, в куче мрамора. Микеланджело всегда видел Давида. Это известный скульптор, живший в 16 веке в Италии. И я думал, что у него есть только лишь одна скульптура. Это Давид, известный и дошедший для нас, такой шедевр. Но оказалось, что Микеланджело по заказу Римско-католической церкви имеет очень много, кстати, религиозных скульптур и сотворений. И вот я наткнулся на одну интересную скульптуру Микеланджело. Это Моисей. И, знаете, меня удивила одна особенность. Моисей здесь выглядит не совсем так, как я его представлял. У Моисея появились рога. Друзья мои, мы с вами знаем, что у Моисея не может быть рогов. Никаких. Но как так вышло, что скульптор, известный скульптор Микеланджело сделал вот это? И сегодня в восьми городах Европы, помимо оригинала, есть еще восемь копий Моисея с рогами. Это вызывает возмущение. Согласитесь, это недопонимание. Я начал эту тему исследовать, изучать и обнаружил, что он, когда Микеланджело жил, это был 16 век, и Библию, которую он слышал или читал, или по которой проповедовали в католической церкви, вульгата, латинский перевод Библии, его перевел блаженный иероним с более старого перевода септуагинты, Светкого Завета. И знаете, что произошло? Просто одно слово изменило картину. Исход 34 глава, 29 стих. Когда сходил Моисей с горы Синаев, и две скрижали, откровения были в руке у Моисея, при сшествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало рогато от того, что Бог говорил с ним. Одно слово. Знаете, вот как он слышал в проповеди, так он и извоял. Но на самом-то деле, 90 лет эта ошибка была в истории Западной Церкви, потом ее исправили в переводах. Рог про образ силы. Когда мы говорим про Ветхом Завете, когда мы слышим слово рога, рог. Но на дальнем переводе написано, что Моисей не знал, что лицо его сияло. Оно было наполнено такой силой, что это было очевидно. И вы знаете, что произошло? От неправильного перевода в скульптуре появились рога. Ты скажешь, вообще мы на христианском собрании сейчас или нет? Почему я об этом говорю? Потому что очень важно нам сегодня пользоваться первоисточником. Слышите меня, друзья мои? Первоисточником. И мы с вами в своем хождении часто бывает так, что вешаем рога, основываясь на непроверенной информации. Простите меня за такое сравнение, такая метафора рога. Мы слышим звон, но не знаем, где он. Сегодня весь мир, весь контент, что существует, борется за твое внимание. Зайди ко мне, послушай меня, следуй за мной, войди сюда. Знаете, и сегодня люди строят, порой слушаешь человека, его мышление, его утверждение в жизни. Ты спрашиваешь основание твоей философии, почему ты так решил? А вот там какой-то блогер сказал, какой-то там известный политик сказал и так далее. И у меня вопрос, чьим словам поверим мы? И раньше мы такую песню замечательную пели. А я буду верить в Слову Господа. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить в Слову Господа. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить в Слову Господа. Аллилуйя! Давайте поаплодируем друг другу. Я помню, как у нас здесь учился один пастор, когда здесь была миссионерская школа, и у него такой был счастливый случай поехать с нашим епископом Сергеем, не помнящим из Новосибирска в Томск на конференцию. Представьте, брат, он пастора видел только на дисках, в проповедях, а тут ему в одной машине ехать до Томска, и такой предоставился подарок. И вот он сел в машину, знаете, такой неловкий момент, о чем разговаривать. Были у вас такие моменты, ты как бы там о погоде, еще о чем-то. И он говорит, пастор Сергей, а вы слышали, что Боярский умер? Пастор Сергей говорит, ну, вчера в КВН в прямом эфире смотрел, еще был жив. А ты, говорит, откуда взял эту информацию, скажи мне. Он говорит, ну как, вот брат мне сказал. А позвони-ка к брату, спроси, а брат откуда взял эту информацию? А знаете, брат откуда взял информацию? А это иконки ВКонтакте всплывают такие, там всех похоронили уже давным-давно. Разорили, отняли, убили, там вот просто. Знаете, вроде юморная история, но так часто мы с вами являемся проводниками непроверенных информаций, утверждений, а еще убеждаем кого-то на основании того, чего мы не проверяли. Мы можем о человеке сделать выводы, не зная человека со слов другого человека. Я лично много раз улавливался в эти силки, когда тебе кто-то что-то сказал, но надо проверить, насколько имеет истинное происхождение эта информация. И вот наша с вами основа, слава Господу, Слово Божье. Что бы кто ни говорил, что бы ни говорили наши глаза, что бы ни говорили СМИ, телевизор, я буду верить Слову Господу. Аминь. И думаю, что тезис будет такой, не спешите делать выводы на основании непроверенных информаций. Не спешите. Не спешите устами что-то провозглашать. Обратитесь к первоисточнику. Особенно, когда кто-то за кого-то что-то сказал, знаете, спросите у этого человека. Не постесняйтесь, не поленитесь, найдите мужество и смелость сказать, ты такое говорил, но мы иногда, знаете, можем впасть в обиду, в какую-то позицию, и просто от слухов от каких-то, и от этого страдает сегодня невероятная часть человечества. У меня есть такая неканоническая притча по этому поводу, и потом мы с вами войдем в проповедь. Сегодня была на похоронах дедушки одной моей подруги, который являлся членом какой-то секты. По обычаю секты на похоронах присутствовала ясновидящая, которая должна была предсказать, кто умрет следующим. По окончанию церемонии ведуня сосредоточилась и заявила, что следующим умрет тот, кто первым выйдет с кладбища. Пять часов сидим на могилках. Кто-то играет в карты, старички в домино, молодежь чатится в телефонах. Заказали пиццу. Кто-то надавал тумаков сторожу, который пытался выгнать нас. Вечером будем делать барбекю с полицейскими, которые приехали разобраться в нашей ситуации и тоже почему-то решили остаться. Один полицейский позвонил пожарным и попросил привезти нам согревающие покрытия. Вот думаем, стоит ли им объяснять причину нашего нахождения здесь. И учитывая, что развозчики пиццы тоже решили задержаться с нами. Переживаем, хватит ли места всем на кладбище. Чьим словам поверишь ты, Я буду верить слову Господа. Аллилуйя! Давайте мы откроем Евангелие от Матфея 25 главу и прочитаем эту интересную притчу. Она всегда интересная. И мне кажется, у этой притчи нету дна. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Вы когда-нибудь задавали вопрос «Тогда это когда?» Ну, когда мы с вами читаем Библию. «Тогда это когда?» И для нас с вами сегодня Библия более ясная, более, знаете, комфортная для чтения, потому что Богослово разделили ее какое-то количество веков назад на главы. У нас есть 24 глава, 25 глава. А раньше глав не было. То есть Иисус пишет, Иисус говорит слова в 24 главе о признаках последнего времени. И они спрашивают его ученики, а на что это будет похоже? А как это будет выглядеть? А как мы поймем, что это время пришло? Знаете, Иисус говорит, как бы мне вам объяснить, чтобы вы поняли? И ему приходит гениальная мысль на образе нашей с вами еврейской свадьбы, я вам объясню. И нам с вами не до конца понятна структура, традиция, реликвия, как происходили на востоке свадьбы. Мы можем с вами сказать про русско-славянскую свадьбу. Да? Двухдневную, с мордобоем, там еще с чем-то. Ну, у каждого свои ассоциации с прошлого. Но они понимали, о чем идет речь. Потому что был девичник, была невеста, у нее были подруги, девы. Они ожидали жениха. Для них это было событие всей жизни. Праздновало все селение, все окрестности праздновали. И жених мог задержаться где-то со своими друзьями и так далее. И точного времени празднования никто не знал. Поэтому жених мог прийти в любое время. И мы видим, что Иисус говорит тогда, чтобы для вас было понятно. Из них было пять мудрых, пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Ключевое отличие людей Царства Божьего. У одних нет с собой масла дополнительных емкостей, а у второй категории есть всегда. И знаете, как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полдень раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же, взяв, сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, первая была строчка тогда, последняя, завершающая мысль. Итак, Иисус подводит итог. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. И мы понимаем, что это история о Втором Пришествии, и по поводу жениха проблем нет. Я думаю, ни у кого, что это образ Иисуса. Аминь. Это Иисус. По поводу десяти дев, это образ народа Божьего, образ церкви, который ожидает жениха. Здесь есть, кто ожидает жениха? Слава Богу. А вот по поводу масла, который должен быть в этих емкостях, в дополнительных сосудах и в светильниках, вот однозначного мнения по сей день не существует, потому что масло имеет такое свойство что-то пропитывать и наполнять. В этом смысле Слово Божье нас сами наполняет и пропитывает. Дух Святой, который здесь, в нас и через нас, Он тоже может передаваться, мы можем передавать помазания, мы можем ходить в силе Духа Святого. Знаете, и когда человек приходит к Богу, наш Дух возрождается сразу. Мы называем это рождением свыше. Сразу. Но с душой так не происходит. С душой или перемены в нашей душе это процесс, который занимает ну, наверное, всю жизнь. Нельзя из человека разом выдернуть что-то, нарушить соценностность. Знаете, было бы хорошо, если бы мы вот так вот как в аэропорту вот в эту кабинку заходили, так вот раз, тебя проверили, и ты такой поехал на ленточке и вышел оттуда, знаешь, вот вообще не просто возрожденный свыше, с новыми привычками сразу, с новым мышлением, с новым взглядом. Но так не происходит. Духи происходит рождение мгновенное, но душа наша требует изменений. И эти изменения возможны лишь только в одном случае. если ты пребываешь в Божьем Слове, если ты находишься в Божьем присутствии. Я могу однозначно заявить, мою жизнь изменила и меняет лишь только Божье Слово, которое проникает, как сегодня мы молились, до разделения души и духа, составов и мозгов. Есть вещи душевные, есть вещи духовные. Слово Божье, оно мирило. Почему мы говорим, что так нельзя делать или так можно делать, потому что наше основание это Божье Слово. Так сказал Иисус. И слава Богу за евангельские церкви, за наши с вами богословия, что мы придерживаемся тех тезисов, которые Лютер прибил к дверям одного из храмов, что только Писание для нас Слово Божье авторитет абсолютный. Если ты пребываешь в Слове, Слово тебя меняет. Слово входит в тебя, оно растворяется внутри тебя, и ты пребываешь в Слове. Только так можно стать учеником Господа, если ты будешь пребывать в Слове. У меня здесь написано Аминь. Слово Божье. Знаете, ну, я увидел, что есть какое-то качество или какой-то компонент в этом масле, который нельзя однознать, что масло это только лишь Слово Божье, или это только лишь помазание Духа Святого, или это Дух Святой, но мы видим, что одна категория Дев говорит, вы идите лучше и купите. То есть, мы поделиться с вами этим маслом не можем. Послушайте, ну, Словом-то Божьим я могу поделиться? и Дух Святой мы можем передавать, возлагая руки друг на друга, да, есть такое наделение, как передача помазания, а интересно, чем таким я поделиться не могу? Что за составляющая этого масла, что присуще только мне? Знаете, а я в свою тайную комнату больше никого не могу завести. Это моя тайная комната. моим личным свидетельством и изменением моего характера. Я думаю, что здесь сейчас будет лес рук, у кого есть до сих пор молитва за самых близких людей. И они не спасены. И ты сражаешься с самые близкие. Казалось бы, ты бы, вот знаешь, как Павел говорит, я бы за братьев своих по плоти готов бы себя в жертву принести, лишь бы они познали Господа. Но, извините за сленг, но по блату в Царство Божие никого ты не можешь завести. Было бы так классно, ты бы, знаешь, зашел, сказал, дверь открывать теперь, заходите. Бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры и тому подобное. Нет, праведный своей верою жив будет. Когда мы читаем эту притчу, нам кажется, как это не по-христиански, как это вы масло мне не дадите. А я думаю, что есть некоторые вещи, которые ты не можешь передать. Знаете, очень хорошо чувствовать себя за счет чьего-то духовного капитала. И в начале пути это нормально. Когда человек приходит, когда он находится в младенчестве, в начале пути это приемлемо и нормально, когда ты греешься за счет чужого огня, в общем помазании и так далее. но наступает момент, наступает момент, когда каждому человеку придется делать выбор и иметь личное отношение, иметь свою горницу, куда на тебя сойдет Дух Святой. И ты свое получишь крещение Духом Святым. И ты получишь свое водное крещение. И в этом смысле поделиться многими моментами невозможно. У меня опять здесь написано Аминь. Человек не может взять взаймы личные отношения с Богом. Ну так знаешь, у тебя к банкротству подходит, так батарейка села, смотришь, знаешь, у Андрея столько отношений с Богом. Подхожу, Андрей, дай мне, пожалуйста, ну не знаю, немножко отношений, как в фильме там про время, знаете, они там временем делились. Невозможно поделиться личным отношением, их нужно выстраивать лично самому. И эта притча нам показывает, что какими-то моментами мы не можем поделиться. Личная твоя праведность, твое исполнение Духом Святым, в конце концов, твоя верность перед Богом и преданность этим поделиться невозможно. Знаете, наступает день, когда ты не можешь греться у чужого костра. А что же такое светильник? Светильник? Кто-нибудь видел израильский, еврейский светильник? Как он выглядит? Ну, если такой походный светильник, он выглядит как приблизительно наш с вами маленький заварочный чайник. такой чайничек глиняный, в него залито масло, сюда вставляется фитилек, и фитилек, поскольку пропитан маслом, он светится. Ты его можешь, он умещается в ладошку, ты можешь даже вот так идти и освещать себе путь, потому что в Израиле в районе 19-20 часов по времени уже темно, в 8 часов вечера уже темно, в 5 утра уже светло, а в 8 часов вечера уже просто темно становится. И там очень необходимый был вообще этот инструмент светильник. Так вот светильник самое подходящее для изстолкования этой притчи это наше с вами сердце. Самый подходящий образ, потому что в сердце нашем все источники жизни. И знаете, у меня здесь есть целый ряд мест священного писания, которые говорят и подтверждают, что светильник это наше с вами сердце. Светильник праведных весело горит, светильник нечестивых гаснет. Светильник Господень Дух Человека, испытывающий все глубины сердца. Помните два парня, которые разочарованы и шли по дороге в Имаус? Помните? И они были, глаза их были удержаны, они шли, они были разочарованы, их как бы мечты не сбылись, их ожидания не исполнились, они шли, и Иисус предстал к ним на дороге, стал им проповедовать из Писания. И помните, когда у них глаза открылись, они сказали следующее, а не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам из Писания? Сердце человека, самый подходящий прообраз светильника, который описывается в этой притче. знаете, неразумие пятерых дев заключалось в том, что они не взяли с собой дополнительных сосудов. Я бы назвал это так, ложные ожидания. Они подумали, что нам вот этого масла будет достаточно. Знаете, сколько мы в своей жизни терпим фиаско, потому что у нас есть ложные ожидания. Ложные ожидания от людей. Какие-то мы образы рисуем, какие-то планки ставим. Иногда ты спрашиваешь человека, а почему ты так решил? Знаете, я думаю, что в Новосибирске нет, а в Петербурге у нас есть целое служение, каким должен быть пастор. Это целая группа, сообщество, каким должна быть жена пастора и какими должны быть дети пастора. И они такие, знаете, стандарты подняли. А потом ты как ни крутится, не соответствуешь этим стандартам. И человек на основании ложных ожиданий всегда будет разочарован. Ты будешь разочарован в людях, ты будешь разочарован в ситуациях, ты будешь разочарован. Знаете, мы рисуем себе сами, но и забываем себя спросить, на основании чего я нарисовал себе эту картину. фашистская Германия чего-то не поняла по поводу русской зимы в 41-м году. Они имели ложные ожидания, но зима была такая, и они, на мой взгляд, чего-то не поняли по поводу характера русского мужика. И их ложные ожидания увенчались фиаско. И так происходит во многих ситуациях в нашей с вами жизни, в отношениях между мужем и женой. А я-то думал. Эти два парня шли по дороге в Имаус и говорят, а мы-то думали, а мы-то думали, он сейчас политику наладит, экономику наладит, заживем. Но он три с половиной года вам объяснял, и в конце вам говорил такую глубину, как вы не слышали, что это не его миссия, наладит вашу политику и экономику. Иногда люди в церковь приходят тоже с ложными ожиданиями. Знаете, вот это разочарование слова, оно может только быть от того, когда есть очарование. Когда человек очаровался чем-то, иногда мы сами становимся инициаторами этих ложных ожиданий. Придешь в церковь, жизнь твоя изменится, все наладится. Наладится, только не сказал, как и каким образом, и сколько времени на это должно будет уйти. помните, Нейман, этот сирийский военачальник, он пришел к кому? Пришел к пророку, пророк к нему не вышел даже на крыльцо, он сказал, иди, окунись, семь раз. Знаете, мы такие близоруки, мы так хотим, все быстро сегодня, все сразу, ответы сразу, понимание сразу, истолкование сразу. И вот если бы, я думал, он один раз окунулся, вылез и говорит, что-то ничего нету вообще. Иногда мы так хотим, один раз помолился, вышел, что-то нету ответов. Семь раз надо, дружище, семь раз нужно исполнить, но его реки были чище, могущественнее, сильнее, у него статус был лучше. Ну, наш мозг сопротивляется, но послушание уничтожается успехом, когда оно действует в нашей жизни. Почему они не взяли масло? Знаете, мы знаем с вами в истории много было календарей, когда в 2012 году должен быть конец света, еще в том-то. Они для себя заключили, когда должен прийти жених. И разочаровались. Они были не готовы. Знаете, парень с девушкой строит отношения, и ему говорят, слушай, строишь отношения, смотри в оба глаза. Когда священник Аминь скажешь, тогда смотри сквозь пальцы уже. А он наоборот, когда строил отношения, сквозь пальцы на все смотрел, а когда Аминь сказали, как в оба глаза посмотрел и говорит, а я-то думал. А она говорит, пастор, а где Есенин? Он мне три месяца Есенина стихи присылал. Священник Аминь сказал, Есенин исчез. А я-то думал, Есенин будет до золотой свадьбы нас сопровождать. Но рыцарь свою принцессу завоевал, теперь новая стадия в жизни происходит. И вот знаете, как определить, горит светильник или нет? На самом деле все просто. Когда светильник горит, мы видим свет. Вы сейчас думали, какой-то сейчас будет лайфхак, такой тяжелый какой-то, который нужно додумать. А все просто. Когда светильник горит, мы видим свет. Вот просто сейчас представь горящего человека. Вот ты говоришь, слушай, он так горит по Богу. Какая ассоциация у тебя всплывает? Какой? У него знаете, что у него такие глаза, у него какая-то радость. Его жизнь всегда сопровождает какое-то откровение. Кто понимает, о чем я говорю? Ну, на домашних группах я понимаю, что вы здесь собираетесь, у вас есть изучение проповедей, применение проповедей, молитва за нужды, участие в нуждах друг друга. Все как везде. Но порой ты приезжаешь на домашнюю группу, где динозавры в вере сидят. И он говорит, да что-то у меня нет уже никакого откровения. У вас нет, не так? У нас бывает так. А новообращенного у него всегда есть откровение. Особенно после революционного центра, у них во всем есть откровение. И я не пытаюсь сейчас по кому-то проехаться или кого-то обличить, но мы говорим, как мы понимаем, что светильник человека горит. Когда сердце у человека горит, это сопровождается исполнением Святого Духа. Аминь. У меня написано здесь. И внутренними переживаниями откровениями, и как следствие от этих внутренних переживаний радость в Духе Святом. Вот вы вспоминайте, какой у вас радостный пастор. Он всегда улыбается. вот вы в школе же все учились, надеюсь, что да. Кабинет анатомии заходили? Скелет помните какой? Так ты внутри всегда такой. Я не знаю, какой груз проблемы ситуацию сделал тебя таким серьезным, не подходив, зарьмемся вместе. Создатель тебя сделал вот таким. И когда сердце горит, и ты исполнен Духа Святого, это сопровождается радостью в Господе. Да, обстоятельства могут быть, болезни могут быть, атаки могут быть, об этом тоже говорит Библия. Но когда апостол Павел говорит, что такое Царство Божие, он говорит, это праведность, это невидимые вещи, ни пища, ни питье, это праведность, мир и радость в Духе Святом. А когда огонь затухает, вернее, когда масло начинает заканчиваться, светильник начинает коптить. Друзья мои, светильник начинает коптить. И трагедия видеть гаснувшие светильники. Когда огонь гаснет, когда светильник начинает коптить, это такой черный едкий дым. Видели когда-нибудь? Черный такой едкий дым. глаза режет, и дышать тяжело. С чем сравнить копчение в жизни человека? ты входишь в коммуникацию, в общение, и ты понимаешь, что тебя обокрали прямо сейчас. Это ропот, это недовольство, это какая-то такая, прям идет такая связь на тебя. Знаете, я с чем это сравниваю? Вот ты общаешься с человеком. Это как лифт. Ты вошел в лифт, и с одним вошел в общение, как в лифт, и чувствуешь, вниз поехал. Вниз, все ниже и ниже, ниже, нужно прям судорожно стоп, стоп, надо выйти из этого лифта. А с другим вверх пошел, на этажик повыше, то, чего ты раньше вообще никогда не видел. Кто понимает, о чем я говорю? И вот этот ропот. Я помню мультфильмы, у меня много историй с мультфильмами, потому что я жил в мультфильмах. И там есть пиявка из лунтика из мультфильма. Пиявка. Ее на солнце плохо, в воду плохо, под зонтик плохо, без зонтика плохо. И ты смотришь, слушайте, мы можем себя тестировать, если это что-то пришло, надо посмотреть, скорее всего, коптить что-то начинает в сердце. И знаете, какую сейчас феноменальную вещь вам сейчас скажу? Как правило, у тех людей, у кого начинает коптить светильник, виноваты те, у кого светильники горят. И они говорят, идите к продающим масла. Кто такие продающие масла? Что это за такие станции заправки, где мы можем взять это масло, чтобы не допустить вот этого состояния копоти, копчения, разочарования, ложных ожиданий. Я думаю, что этот список, он будет очень долго сейчас продолжаться, если мы сейчас будем с вами говорить про эти места. Я вот заметил здесь, по-моему, пять точек на «Корми голодного». Знаете, как заправляются там баки? На ночных молитвах, на утренних молитвах баки заправляются. в миссионерских поездках, знаете, как твои баки будут заполняться? Просто ответственность за одного человека начинаешь брать и чувствуешь, твой светильничек начинает маслом наполняться, чтобы тебе было, кому светить. Во время поста, вообще все, что связано с тем, что мы делаем по-настоящему, это нас наполняет. И как только ты перестаешь это делать, посещать архиважные вещи для себя, чтобы твое состояние масла поддерживать в этих светильниках, оно начинает потихонечку уходить, уходить. Это как автомобилист, чтобы проверить наличие масла в двигателе. Он засовывает туда щуп и смотрит. И это для него какой-то показатель в норме или надо доливать. Если не дольешь, может же произойти трагедия. Знаете, я сегодня в завершении нашего собрания хочу молиться. Я знаю, что мы проживаем разные сезоны, и я не исключение, когда, возможно, уголек внутри твоего сердца едва-едва теплится. Едва-едва. И даже вспышек огня может быть не быть. Но однажды я с Новосибирска отсюда ехал в Новокузнецк, и мы остановились в одном кафе, и там благословенные армяне делали хорошие шашлыки. И я увидел, как этот шашлычник, у него такая мангальная зона, такой мангал, у него угольки, они практически перестали жить, уже там еле-еле там проблески были. Знаете, что, он так руку на полочку потянул, смотрю, достает это не вот вот так вот махать, а фен. И огонек загорелся. Знаете, мне пришло такое, как пара образ, что фен Духа Святого сегодня будет раздувать чьи-то сердца. У меня там в конспекте, я точно знаю, аминь стояла на этом. Фен Духа Святого. И, может быть, твой огонь горит, и ты говоришь, я вообще все нормально с твоим огнем. Пусть он еще сильнее горит, и пусть он перепадет еще на кого-то. Но те, кто сегодня нуждается, и ты чувствуешь, что ты потеплел, тебя не трогает ни проповедь, ни обращение, ни проекты в церкви, то, может быть, нужно, чтобы сверху сегодня Дух Святой как следует раздул пламя. Ветер Духа Святого раздул пламя в твоем сердце. И кому-то нужно загореться заново, возревновать о Боге. Страсть придет по служению, страсть придет по спасению, страсть придет по чтению Библии, страсть придет по молитве, страсть придет вообще жить, второе дыхание откроется. Я хотел бы сегодня помолиться с теми, кто хочет, кто чувствует и желает, чтобы, извините за такое сравнение, фен вот этот, этот огонь и ветер Духа Святого раздул пламя огня в вашем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok